Привет! Игромания на связи! Свежий выпуск All In. Меня зовут Даша Бунтина. Сегодня мы поговорим о самых новых и самых-самых актуальных новостях в мире игр. А я попрошу тебя пока подписаться на канал, поставить лайк этому видео и напиши комментарий, во что ты играл за эти выходные. Благо, выходных было больше. Я тоже в конце обязательно отвечу. Если не поверишь, у меня просто нет слов. Всё, шутки в сторону, переходим. Ну что, наконец-то все желающие могут предзаказать смуту. Отечественная игра доступна для приобретения в магазине ВКПлей, у которого на неё эксклюзивные права, что символично. Сейчас на проект действует скидка в 20%, и итоговая стоимость получается 1612 рублей. А ведь именно в этот год будут разворачиваться события игры. Геймеры возьмут под управление барина Юрия Милославского, который вместе с народным ополчением должен помочь стране в тяжёлое время. На странице раскрыли дату выхода. Приключения появятся 26 февраля. А заодно показали системные требования. Для запуска подойдут процессоры уровня Intel Core i3, а также видеокарты NVIDIA 1060. Для наилучшей графики потребуется CPU седьмого поколения и NVIDIA 3080. Но ближе к релизу эти требования ещё могут измениться. Blizzard анонсировала не одно, не два, а три дополнения для World of Warcraft. Вместе они образуют сюжет под названием «Сага о душе мира». Аддоны будут выходить последовательно, и первым станет The War Within. Игроков ждут новые подземные локации, дополнительная раса, множество активностей, а также изменения в прогрессе. Теперь раскачка персонажей станет общей на аккаунт. Поклонники счастливы, ведь они просили об этом годами. А вот что их разочаровало, так это стоимость раннего доступа. Для того, чтобы поиграть на три дня раньше, геймеры должны выложить 90 долларов. Проблема в том, что за 72 часа некоторые игроки успеют полностью прокачать своих героев. Таким образом, они получат преимущество перед другими. Плюс, наибольшая активность происходит как раз в первые дни запуска. На примере World of Warcraft геймеры отметили, насколько практика раннего доступа бывает нечестной и даже разрушительной. Диабло 4 получит первое дополнение «Сосуд ненависти». История продолжится, и геймерам надо помешать злым планам Мефисто. Для этого нужно посетить новый регион и сразиться с армией нечисти. К счастью, разработчики приготовили уникальный класс персонажа. По словам Blizzard, подобных героев Диабло еще не было. Но кто это, как его зовут и что он умеет, пока неизвестно. Анонсы дополнений для Варкрафта и Диабло случились на выставке Близзкон. Там же раскрыли новые карты для Хардстоун, выпустили мобильную Варкрафт Рамбл и показали героя в Overwatch 2, который появится 5 декабря. В играх, если сделал неправильный выбор, всегда можно перезагрузиться и поступить иначе. В реальности тоже приходится постоянно делать выбор, но вернуться назад уже нельзя. Из-за этого зачастую бывает страшно сменить унылую и малооплачиваемую работу. Онлайн-школа Skill Factory поможет сделать шаг в правильном направлении, причем совершенно бесплатно. Проект IT-Rentgen направлен на определение подходящего для тебя направления. Пройди бесплатный тест и узнай, какая профессия в IT тебе подходит. А 22 ноября в 19.00 подключайся к стриму, на котором профессионалы расскажут о востребованных IT-профессиях, перспективах и возможностях роста. В результате ты сможешь построить план карьерного перехода. Более того, во время эфира у тебя будет шанс выиграть сертификат на обучение. Уже тысячи человек нашли свой путь благодаря Skill Factory. Попробуй и ты. Регистрируйся бесплатно по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Гейм-дизайнер спин-оффа The Last of Us сообщил, что продолжает работу над игрой. Это громкое заявление он сделал в своих соцсетях, когда обсуждал Super Mario Bros. Wonder. Честно говоря, новость неожиданная. Ведь в сети давно ходили слухи о том, что этот проект заморозили. Своеобразным подтверждением этому были увольнения в Naughty Dog, из-за которых студию покинул автор системы монетизации. Да и в других отделениях Sony прошли сокращения. Поэтому компанию покинуло много сотрудников. Fortnite поставил новые рекорды. Все началось со старта нового сезона. В нем персонажи отправились назад во времени, из-за чего каждую неделю будут меняться карты и дополнительный контент. Мощный заряд ностальгии помог одновременно собрать почти 4 миллиона игроков. Но на этом сообщество не остановилось. За один день Fortnite сыграло больше 44 миллионов разных пользователей. А суммарно они наиграли около 102 миллионов часов. Кстати, всем фанатам «Королевской битвы» стоит приготовиться. События шестого сезона откроются через пару дней, то есть 9 ноября. Похоже, слухи об улучшенных видеокартах были правдивы. В сети нашли дизайн упаковки для GPU с очень необычным названием. NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super. По слухам, она получит больше CUDA-ядер и видеопамяти. Но энергозатраты останутся прежними. Анонсировать видеокарту могут уже в январе. Именно тогда состоится выставка, на которой примет участие NVIDIA. Предполагается, что там же покажут супер-версию RTX 4080. Одна беда — вся эта информация поступила от инсайдеров. Сама NVIDIA пока никаких громких анонсов не делала. Искусственный интеллект будет еще полезнее в разработке игр. Над этим работает Microsoft, которая как будто бы не замечает негативного отношения к нейросетям. Компания трудится над специальными инструментами, которые помогут в создании персонажей, диалогов и даже сюжетов. Проект создается вместе с компанией InWorld. Задумка в том, чтобы облегчить труд разработчиков во всем мире. Эти инструменты будут опциональными. Их применение не навязывают. Если сохранять оптимизм, то искусственный интеллект и правда поможет в монотонной работе. Вроде написание реплик случайных прохожих. Может быть, даже улучшит историю от некоторых студий. Главным развлечением на выходных стали плачевные отзывы о новой Call of Duty. Полноценный релиз случится 10 ноября. Зато ранний доступ открыл сюжетную кампанию. Она вышла откровенно разочаровывающей, что видно по оценкам на OpenCritic. Журналисты разругали скомканную историю, тонны багов и неудачные задания, будто скопированные с Warzone. Более того, старт игры очень долгий, так как она подгружает данные из прошлых частей. Зато критиков порадовал спин-офф Like a Dragon про Казуму Кирью. Игра с длинным подзаголовком The Man Who Erased His Name получила 79 баллов на OpenCritic. Все благодаря разнообразию контента и веселой боевой системе. Вот только история подкачала. Журналисты назвали ее невнятной, потому что повествование постоянно на что-то отвлекается. Зато сюжет неплохо разогревает перед следующей основной частью. Atomic Heart может получить голливудскую премию музыки в медиа. Саундтрек шутера поборется со множеством других игр, включая Assassin's Creed Mirage, Diablo 4 и Baldur's Gate 3. На этом же мероприятии определят лучшую песню из видеоигр. Есть даже отдельная категория, посвященная мобильным проектам. Всех победителей объявят 15 ноября. Кстати, о вратах Baldur. Так как Ларриан хотят выпустить игру на Xbox до конца года, появился слух, что релиз случится 6 декабря, но разработчики развеяли эти домыслы. Приключения для консолей Microsoft вовсю тестируются, но у авторов пока нет даже примерной даты выхода. Отставляем чай и кофе, потому что наступило время Блиц новостей. Генеральный менеджер Epic Games Store сообщил о том, что магазин до сих пор не приносит прибыли. Но это и неудивительно. Все же эта площадка дает больше бонусов разработчикам, а не пользователям. Да и сама компания рассказывала, что платформа выйдет в плюс только к 27 году. The Expanse выйдет в Steam уже 20 ноября. Проект несколько месяцев был эксклюзивом магазина Epic Games Store. Игра Telltale рассказывает о событиях, случившихся до старта одноименного шоу. Starfield продолжает разочаровывать. Модеры сообщили, что Bethesda даже не пытается поддерживать контакты со своим сообществом. Более того, разработчики явно не рассчитывали, что для игры будут выходить моды. Поэтому полезные инструменты выпустят когда-нибудь в следующем году. Начался сбор заявок на вторую бета Zenless Zone Zero. Это новая экшн-рпг от авторов Genshin Impact и Hankai Star Rail. Тестирование пройдет на ПК и смартфонах с Android или iOS. Дату проведения и прочие подробности раскроют позже. На этом у нас все. Выпуск подошел к концу. Обязательно пиши комментарий, во что ты играл. А я таки играла в Волны Уэйка 2. Почти. Я нахожусь на середине. Хотела сказать почти прошла. Нахожусь на середине. Да, жутко звуки пугают. Но игра, кстати, крутая. Хотя я уже столкнулась с сомнением знакомых, что для кого-то это очень скучно. Ну что? Все. Подписывайся, ставь лайк. Увидимся мы с тобой уже завтра в среду. Не пропусти. Пока-пока. 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 Пока-пока.